Всем привет! Добро пожаловать в мой влог! Перед следующим видео, в светлой памяти моем папе, хочу рассказать, что он в детстве, даже хотя в старших классах, занимался боксом профессионально. И он рассказывал, что он одним ударом в нокаут отправлял своих противников. Но, к сожалению, его какой-то очень крутой тренер умер вскоре от раковой опухоли мозга, и папа перестал заниматься, потому что там какой-то был турацкий уже тренер. Но все-таки у папы всегда была груша дома, и утром он боксировал обычно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие кроссовки. Какие склакеды. Прикольные. Какие мультяшные. Перед следующими видео, в которых я своих два рецепта показываю, я хотела бы... Так, где мой микрофон? Вот он. Я хотела бы немножко поделиться своей историей, но кратко, про мое питание. Когда-то, несколько лет назад, я решила стать, по-моему, сначала вегетарианкой, потом веганом я была, не знаю, несколько месяцев, может, месяца четыре. Но у меня был уже очень низкий B12, потому что я не знала, что его нужно принимать. Постепенно я все-таки начала есть молочку, потому что там витамины, которые мне нужны, а отдельно витамины как-то не было возможности покупать. И вот, так что я стала вегетарианкой, и до сих пор я вегетарианю. Сначала я очень жестко вегетарианила. Это если продукт может содержать остатки там яйца, да, или еще чего-то такого, ну, пишут иногда. И я строго не ела, жестко прямо. Кстати, когда вы устроились на Амазон, там бывали давали какие-то кексики. И я же не знала их состав. Я помню, первое время я прямо у поваров, те, кто раздавал нам, я их прямо спрашивала, что там конкретно, скажите, там же там ли есть в составе яйца. Короче, допытывалась их. Но это было, честно, напряжно, потому что были в большую очередь за едой. Ой. Ну, это я тратила нервы, короче, свои, вот на эти все узнавания, а кушать хотелось. И я, в общем, решила, что на этот период я пока не буду так заморачиваться, там, если в тесте, например, яйцо, да, и просто забила, короче. Тем более есть вегетарианцы, которые едят и рыбу, и яйцо, а я ни то, ни то не ела. Ну, и вот если в составе, то я забивала и просто кушала, потому что для меня это было важнее, мои спокойные нервы. Ну, и сейчас, на данный момент, я тоже уже как бы не парюсь, если какие-то там сладости, там, да, круассаны, не знаю, булочки. И если там есть, например, яйцо в составе, я не парюсь. Но мясо и яйца отдельно я так ничего, конечно, не ем. Мне просто, на самом деле, сейчас уже не нравится их запах, вкус. Искренне нет желания их кушать. И поэтому мои рецепты, соответственно, без мяса и без яиц. И без рыбы. Как можно заметить, у меня допотопная съемка кулинарная. Сначала на кокосовом масле обжариваю лук, морковку и грибы. Затем добавляю бобовые, то есть фасоли, чечевицу зеленую. Помидоры в собственном соку плюс специи. Из специй это черный перец, карри, ну, киню травки, майоран, базилик, орегано. Ну, и может быть паприку. Дальше посолить и залить кипятком. А, и плюс кинуа я добавила. И последний штрих это шпинат. Ну и все, остается только до состояния готовности варить на слабом огне. И вуаля, белковый обед готов. В этом рецепте можно не добавлять грибы, просто у меня там штучки 2-3 лежало, я их добавила. Я столько грибов ем в последнее время, сколько за всю свою жизнь еще не ела. Они вкусные, крутые и тем более очень полезные. Да, и стоит сказать, что я, витамины я уже пью, например, B12, также для связок и суставов, хлоргексидин чуть не сказала, глюкозамин и хондроитин. В очень хороших таких там по, как это говорится, дозах. То есть там 1500, 1000, ну как для спортсменов. Тем более я занимаюсь весами, все так, что мне это очень нужно. Мясо и всякое такое там, где этого очень много, я не ем. Поэтому я отдельно это принимаю. Ну и параллельно тоже для кожи, для волос отдельно витамины периодически принимаю. Начинаю опять же с пассировки на кокосовом масле лука с морковкой и чеснока. Затем добавляю тофу и специи. Также карри, майоран, орегано, черный перец, ну и по-моему все. Затем неаккуратно порезанные грибы-шампиньоны. Из масел вообще у меня тут кокосовое плюс сливочное, потому что я люблю вкус грибов со сливочным маслом. И немного оливкового масла. Вот грибы уже упарились, так сказать, отдали свою влагу и выходит красиво. Заливаю кипятком, добавляю картошку и солю. И под конец свежий укроп я еще добавила. Остается варить до готовности картошки. И вуаля, грибной соус с тофу готов. Кстати, смешной момент, что мы эту кастрюльку, чугунную, притащили из самой Лонзи. Она весит тонну. Мы просто таскались с ней по всем этим хостелам, апартаментам, пока искали здесь, в Варшаве, жилье. Но она стоила того, потому что она крутая, в ней готовить все что угодно можно. Кстати, я помню, когда мы с Вартаном начинали жить вместе, я рецепты находила все на ютюбе или просто на сайтах. И прям четко-четко, строго по рецептам, по количеству готовила. То есть отойти в сторону я не могла. А теперь у меня уже, можно сказать, давно появилось это чутье такое, скажем, кулинарное, когда я сама там приправы, специи, ингредиенты могу добавить, убавить. И все, то есть импровизирую на свое кулинарское чутье. Вот это торговый центр. Охренеть. К сожалению, в интернете не смогла найти информацию по этим двум скульптурам эквилибристов. Назвела в Вартану шапку и очки в Нью-Йоркере. Прикольно смотрится. Интересно, что эту церковь построили в 1999 году за 7 месяцев. А светили уже в 2000 году. Посмотрите, какая крутая штука, просто. Можно хоть летом, хоть когда кататься. Вода вместе с снегом как-то несется. На вывих. Прикольно. Еще есть подъемник. Супер штука. А вон и сноубордеры идут. Они решили не пользоваться этим подъемником. О-ля-ля. Бон аппетит мещи. Мещи. Две половинки. Одна для Вартана с горгонзолой и водничим сыром. А дробля только без. Выглядит неплохо. Сочная. Сочная. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok